Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Мы уже гуляли-гуляли по гостинке в интиме Симс. Кое-чего я себе прикупила и догуляли уже до Ашана. И тут смотрим уже, что тут интересненького у нас происходит. В общем, что-нибудь сейчас возьмем. Много всего сейчас в ярмарках в школе. Ну, что-то ничего такого особо интересного нету, чтобы прям сказать, ах, надо брать. Вообще, надо ревизию навести у детей для того, чтобы знать, что нужно покупать. Сейчас я вам покажу то, что мы купили в магазине Ашан. И в магазине я купила еще и интимеси. Первый раз взяли вот такой вот индийский хлеб, чапатти. Вот такие вот лепешки три штуки. Интересно попробовать. 160 грамм. Три лепешки по 60 грамм. Масло сливочное 82,5%. Молочные плитки. Вот эти вот с вафельной крошкой две и пористые с белым шоколадом. Красную фасону. Каша перловая. Оливки вот без косточек. Две баночки взяли. Потом, значит, харчо. Концентрат суп. Не знаю, попробуем первый раз. Хлеб чемпион, лидер. Вот такой вот кекс лимонный. Салат китайский. Потом решили взять вот эти абрикосы узбекистанские попробовать. Черешню. Сухарики для супа. Виноград. Виноград и сахар. Такие небольшие покупки вышли на 850 рублей. В магазине Интимиси я купила вот такое вот платье на бретельках кружевное. Такое вот платье черное. Сзади получается будет вот такой крест-накрест. Кружевное вот такое вот платье. Внизу получается такой вот кружев. Ну, полностью кружевное платье на черном подкладе. Следующее. Я купила вот такую кружевную, как-то назвать, рубашку, тунику. Вот такую вот красивую. Следующее это вот такой вот топ в горошек с окантовкой атласной. И под него я купила вот такую вот маечку салатового цвета. То есть красиво смотрится, когда она будет просвечивать из-под этой маечки. Будет такой салатовый цвет. Ну, я думаю даже, что эту маечку можно использовать и с вот этой вот туникой. Тоже будет красиво смотреться в сочетании. В общем, универсальная вот эта вот салатовая маечка. Как мне на кассе одна женщина сказала, говорит, цвет такой долларов. Я говорю, ну, наверное, цвет долларов. Ну, и вот это вот все были паковки. Все это мне положили. Вот такой вот симпатичненький пакетик из магазина Интимиси. Вот. Так что покупками я довольна. Вам слышно это? Сейчас мы пришли сели чай пить. Послушайте, какой гул идет. У нас завтра день металлургов. Прилетели стрижи, летают, репетируют. И такой гул, как будто сейчас начнется бомбежка. Вчера они тоже летали, но недолго. Сейчас я бы даже сказала, что вот уже сколько времени летают. Все мероприятие будет у нас проходить в большом-большом дворце, в котором у нас проходит хоккей. Приезжает у нас Киркор. Будет выступать. Хотелось бы очень попасть, но пока билетов нет. Не знаю, завтра они появятся у нас или нет. У нас, как обычно, это проходит официальная часть, в которой награждаются металлурги какими-то новыми там знаками-отличиями, наградами, грамотами. Дарятся букеты цветов. Потом выступают детские коллективы разных дворцов творчества. И потом уже выступает какая-нибудь звезда. Последние года я в основном бываю на этом мероприятии. И была на Вере Брежневой. На прошлом году были кто у нас? Браво. Кто? Браво. А, Браво было. А потом три девушки были у нас, блестящие были. Агутин с Варум приезжали. Нет, кто-то был. Еще кто-то был. Ну, в общем, каждый год новые звезды. И на улице очень много всяких площадок, где, ну, само собой, охрана. Ставится несколько сцен. Там тоже будет кто-то выступать, пока не знаем. И непривычные такие звуки вообще. Живем тишина, тишина. Тут такое как будто это... Бомбить уже тут нас начинает. Вот. Ну, там и жарят шашлыки, и продают, конечно, пиво. Ну, сами знаете, как это во всех городах происходит. Там продают для детей всякие там светящиеся штуки. Всякие огоньки, ушки, шапочки. Всякую всячину. Ну, а самое, конечно, интересное внутри. Снаружи тоже будет кто-то из звезд. И будет потом у нас салют. Когда уже стемнеет, закончится мероприятие внутри. Все выйдут на улицу. И где-то в часов 12 в час ночи будет салют. И потом еще дискотека на улице до двух часов ночи. Но с такой погодой, когда так, в принципе, холодно. И в основном бывает дождь в этот день. Не знаю, как будет проходить это мероприятие. Но стрижи летают. Это, соответственно, они еще будут днем летать. И, то есть, завтра этот гул будет тоже продолжаться. Видно вам? Летят. Весь город стоит. Смотрит, как стрижи летают. Смотрите, сколько народу. Вообще, и так на каждой остановке. Вот они. Красавчики. Ух ты, как разлетаются. Это точно не знаю, что ли ехать, то ли смотреть на них. Весь город стоит. Посмотрите, вон народ на заправке. Все стоят, пришли, смотрят. Хотя это только репетиция. Они завтра будут летать в 7 часов. Я в новом платье, которое вам показывала, купила. Поехали мы за билетами на завтрашнее мероприятие. Так что, мы за билетами, а тут такое. Вверх ногами, офигеть. Смотрите, это вообще, что такое. Все стоят. Все стоят. Как тут ехать, боже мой. Все, почему-то расстелились. Все, почему-то много. Ну, все, забрали мы пригласительные. Здесь прямо сзади программка написано. Все, что будет завтра. В общем, что будет на площади около арены Металлург. Что будет в самой арене Металлург. В 9.30 самое главное будет концерт Филиппа Киркорова. А до этого будет еще, ну, понятно, официальная часть. С 7 до 7.25 будут вот как раз таки летать стрижи, которые сегодня. Все это ослепляет. У них репетиция была на улице. Что-то не написано, кто будет там. Кто будет на улице? Бакара. Бакара на улице будет. И Бандерас. И Бандерас. Ух ты, интересно, интересно. Праздничный фейерверк в 10.40. И с 11 часов будет уже дискотека до часу ночи. Когда это дискотека, у нас прям слышно, как это все бумс-бумс-бумс-бумс. Я довольна. И Дуна Филиппа Киркорова. Класс вообще. Гуляем тут такую кубу классную. Посмотрите, какие они уцены в глазки. Такого цвета, другого. Дальше тоже такие красивые цветы. И желтые, и фиолетовые. Молубыные. Вообще классные. Шенька тут все уже обнюхала. Везде уже оббегала. Правда же, Шеня? Что такое? Ну что такое ты? Куда тебе все надо? Нелегкое тебе все несет куда-то. На улице, ну так, хорошо. Не холодно. Я с коротким рукавом. Где на солнышке, там вообще прям припекает. А где солнышка нет, ну так. Слегка прохладно, но очень довольно-таки комфортно и хорошо. Сегодня прям настолько насыщенный день. Успели и по магазинам прогуляться, и билеты забрать, и с собакой погулять. И дома побыть, и столько дел. И видео я даже сняла покупки по девятому каталогу Арифлейм. Хотя даже не думала, что сниму, потому что говорила вам, что фотоаппарат сломался. Раскупили новый объектив. Получилось, что видео снять возможным. Пока гуляем, думаю, что уже видео обработалось и сделалось. Но надо еще обложку, и потом только можно будет видео выложить. В общем, день сегодня был настолько насыщенным и классным. Прям вообще. Шаньке повезло с погодой погулять, что нет дождика. Дети развлекаются в саду, едят ягоды. Пекли, говорят, пирог. Мы с ягодами, с кисляткой. Ну, в общем, довольные, счастливые. Ну, правильно, тут абсолютно в городе делать нечего, потому что гулять не с кем. Все куда-то уехали, разъехались или еще не приехали, не вернулись. Скучно, а вдвоем гулять они не будут. Я говорю, правильно, сидите в саду пока. Пока погода хорошая. И гуляйте там, ешьте ягоды, дышите свежим воздухом. Набирайтесь сил. А дома же надо будет уже делать какие-то дела, читать книжки, в общем, убираться, там еще что-то. А там уже с бабушкой уже, я не знаю, как они... Бабушка уже сама ими рулит, что они делают и чем они там занимаются. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Всем вам пока-пока. Спасибо.